Всем привет, дорогие друзья-подписчики и гости этого канала. Приветствую вас. Сегодня хотелось бы поговорить о таком актере, как Марк Дробот. Он звезда сериала «Центральная больница» и исторического сериала «Крепостная». Итак, Марк Владимирович Дробот родился 27 августа 1986 года в Киеве. Он украинский актер театра и кино. Его родители связаны с актерской и режиссерской профессией, поэтому с детства он хотел стать актером. В детстве и юности занимался музыкой и танцами. В 2009 году окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карова, курс Моисеева. В 2005 году актер Киевского молодого театра. Среди его работ «Сатисфакция», «Голубка», «Талант», «Плаящая тьме», «Русалочка», «Семь желаний», «Зербино», «В моем конце, мое начало», «Право на любовь», «Сватание на гончаровке», «Привередливая любовь», «Дроздоборода». В 2006 году он начал сниматься в кино, а дебютировал он в картине «Ангел из Орли». Далее появился в картинах «Последний кордон», «Ефросиня», «Соседи», «Пляж», «Гречанка», «Отдел 44», «Хозяйка» и другие. На широкая известность к нему пришла в 2016 году после роли хирурга Максима Красовского в сериале о медиках «Центральная больница». Его герой – один из лучших хирургов в Центральной больнице, любимчик женщин, очень многогранная личность, у него очень насыщенная жизнь и в клинике, и за ее пределами. Сам Марк говорил, что медицина в этом сериале не главная, главное – это взаимоотношения между людьми. Поэтому мой хирург Максим – это тот же Марк, только в белом халате. В том же 2016 году на экраны вышла комедия «Село на миллион». Это адаптация хорватского сериала. Кинокартина рассказывает о трех братьях, которым придется год жить в селе ради наследства. Марк Дробот сыграл одного из ключевых персонажей – Дениса. Сыграл та же главную роль Марк в комедийной мелодраме «Марк плюс Наталка». Герой сериала – семейная пара, которая пытается разобраться с непростыми ситуациями, ищет компромиссы, делит семейные радости и решает проблемы родителей. Также на сполную роль шпиона – Лафара в приключенческой криминальной драме «Сувенир из Одессы». Картина рассказывает о том, как у известного скрипача Матье Азона похитили скрипку и старинный золотой амулет в форме гроба, который, по поверьям, приносит успех только тому, кому был подарен. И официальная, и преступная власть Одессы начинают поиски потерянных драгоценностей. Далее он снялся в историческом сериале «Крепостная». Рост Марка Дробота составляет 182 см. Личная жизнь Марка Дробота – это тайна за семью печатями. Он особо не распространяется на эту тему. Одно лишь известно, что он состоит в отношениях с актрисой Ириной Ткаченко. Она также актриса. Она играет в Киевском театре «Золотые ворота». Ремография Марка Дробота насчитывает больше 40 картин. Поэтому рассказ подошел к концу. Пожелаем же ему еще побольше, много интересных ролей в различных киноработах и покорения больших вершин. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан на этот канал, подписывайтесь. Впереди еще много интересной, увлекательной информации о всех ваших любимых звездах ТВ и звезд шоу-бизнеса. Если на нашем канале нет по каким-то причинам вашего любимого актера, певца, певицы, актрисы или другого деятеля шоу-бизнеса, то пишите в комментариях имя, фамилию о том, о ком вы хотели узнать и услышать. Обязательно исполним все ваши пожелания. Желаю вам здоровья, счастья, любви, удачи, всех благ, всего самого-самого наилучшего. Берегите себя и своих близких, будьте счастливы. До новых встреч, дорогие мои, не скучайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok